Сочи проверяют зарплаты руководителей. Решен вопрос и с блошиным рынком. Об этом шла речь на планерке главы города. Задержан грабитель на улице Конституции. Он избил сочинца, а на память о встрече забрал куртку и деньги. Сдать анализы и посетить специалистов без очереди. В Сочи стартовала неделя диспансеризации ветеранов боевых действий. Легкоатлеты, пловцы и дзюдоисты борются за медали вслепую. В Сочи проходит всероссийская спартакиада детей-инвалидов по зрению. Санкции против России нужно отменить. Об этом заявил министр экономики Нижней Саксонии, второй по площади территории в Германии. С немецкой делегацией 40 человек, а в их числе бизнесмены и депутаты, встретился губернатор Краснодарского края. Обсуждали сотрудничество между двумя регионами. С Германией и Кубани давние отношения. Только за последние три года совместный товарооборот превысил 740 миллионов долларов. Однако доли производства здесь немного. Край практически только завозит к себе импортные товары. Партнерские отношения могут быть шире, считает Вениамин Кондратьев. Краснодарский край заинтересован не только покупать, но и производить водные товары здесь. По немецким технологиям в рамках совместных предприятий или инвестиционных проектов. Поэтому мы ставим максимальные условия для инвесторов в нашем крае. Краснодарский край заинтересован в экспорте в Германию древесины, продукции сельхозпереработки, удобрений. Ну и оказание услуг по перевалке грузов, потому что у нас два моря, очень серьезная транспортная инфраструктура. Дорожно-строительное направление для нас тоже очень важно, потому что дорожная составляющая сегодня у нас тоже очень востребована. Должен быть качественной, ну и естественно отвечать сегодня запросам автолюбителей со всей страны. Сейчас в Краснодарском крае работают 32 компании с немецким капиталом. Уже есть и те, кто локализовал свое производство. Я призываю обе стороны побороть санкции, сделать несколько шагов вперед для того, чтобы не усиливать санкции в отношении России, а наоборот упразднить их. Наша встреча, она поспособствует тому, что мы сделаем первый шаг для того, чтобы наши отношения возобновились и наладим наше общение. Бизнес наиболее успешно развивается там, где есть понятие взаимовыгодного сотрудничества. Мы как раз за это. Мы готовы в каждом конкретном случае вести разговор и выстраивать отношения с конкретным бизнесом, с конкретным предприятием. Для этого на Кубани разработали систему льгот для инвесторов, в частности для тех, кто готов стать резидентом в региональных промышленных парках. Для зарубежных компаний действует и специальный инвестиционный контракт, заключив который иностранное предприятие приравнивается к российскому и может рассчитывать на соответствующую поддержку. Мне принципиально важно большой это будет инвестконтракт или маленький. Краснодарский край сегодня ищет партнера среди немецкого бизнеса. И если не получится, то ниша партнерская с нашим краем не останется пустой. Но выиграет ли от этого немецкий бизнес или проиграет, ответьте себе искренне сами. Я всех призываю к конструктивному деловому сотрудничеству. Руководители немецких компаний, члены парламента Нижней Саксонии также посетили зарубежные предприятия, которые успешно работают в Краснодарском крае. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Отопительный сезон стартовал на Кубани. Насколько готовы к зимним холодам коммунальные службы, сегодня проверил Вениамин Кондратьев. Глава региона посетил социальные объекты в Калининском районе. Тепло в школы и детские сады там начали подавать еще на прошлой неделе. Одно из зданий отапливает самая старая котельная в Калининской. Сегодня ее полностью реконструировали и установили новое оборудование. Как доложили Вениамину Кондратьеву, в ближайшее время по краевой программе планируют реконструировать больше десятка котельных. Тепло в школах и в целом в детсадах и в квартирах людей никто не отменял. То есть максимально наваливаемся на то, чтобы не ждать, когда прорвется, а на самом деле вымещать старое, новым, современным. Это будет нормально. Будет тепло, будет кровь, будет пища. Это самое, что необходимо для того, чтобы мы просто продолжили жить в этих непростых экономических и отчасти политических условиях. После объезда соцобъектов Вениамин Кондратьев собрал совещание по подготовке к зиме. Прошло оно в режиме видеоселектора. На связь с губернатором вышли все главы районов и крупных городов. В Сочи проверяют зарплаты руководителей. В ближайшее время появится новый блошиный рынок, как к концу следующего года построят пять школ. Эти и другие вопросы сегодня были рассмотрены во время планерного совещания главы города. Все подробности у Татьяны Говорковой. Началась планерка с объявления новых руководителей в трех отраслях курорта. С 12 октября на должность начальника управления культуры назначена Лидия Кузьмина. Прежде она руководила колледжем искусств. Бразды правления в предприятии «Сочи Автотранс» взяла Олеся Лукашевич. А «Сочи Теплоэнерго» по предложению «Газпрома» возглавил Евгений Виноградов. Как отметил глава курорта Анатолий Пахомов, эти руководители способны улучшить ситуацию на местах. Кстати, был поднят вопрос о сумме заработной платы начальников городских предприятий, акционерных обществ и других организаций, получающих субсидии от муниципалитета. Она не должна в несколько раз превышать оклад рядовых сотрудников и быть выше, чем 100 тысяч рублей. Соответствующая проверка проводится контрольными органами по всем отраслям. Ведь главная задача курорта – привлечь молодых специалистов и предоставлять профессионалам комфортные условия для работы. Тем более, что в Сочи за последний год количество жителей заметно увеличилось. Со стороны города решается и проблема нехватки мест в образовательных учреждениях. В следующем году появятся новые школы. У нас должна быть построена еще одна школа на 400 мест, на территории 11-й школы, на территории 82-й школы и на территории 15-й школы. Задача следующего года, она должна быть уже в этом году понятна, и, Сергей Иванович, и планировать финансирование, то есть на софинансирование. Это надо строить школу на Мамайке. Мы готовы строить эти пять школ в 2017 году. Продолжить разбираться нужно и в вопросе экологии курорта. В частности, на планерке затронули главную проблему сброса канализационных стоков. Борьба с недобросовестными жителями в Сочи ведется уже три года. Результат есть. Большинство подключились к центральным сетям, установили лосы. Но полторы тысячи объектов в Раздольском и Барановском сельских округах до сих пор продолжают обманным путем загрязнять экологию курорта. Мы до конца года планируем создать лабораторию, с помощью которой мы будем отслеживать качество сбрасываемых переливов через лосы и через выгребные ямы. Тогда эта работа будет продолжена дальше, чтобы на самом деле люди уходили уже от выгребных ям и уходили от тех лосов, которыми они пока просто прикрываются. Поэтому эту работу на совершенствование качества сброса мы будем продолжать. Еще одна острая тема – несанкционированная торговля на улицах. По поручению Анатолия Пахомова во всех районах установлены социальные ряды, где пенсионеры и местные фермеры могут продавать овощи и фрукты, собранные у себя на участках. Кроме того, в ближайшее время Блошиный рынок должен исчезнуть с улицы Чайковского. Для него теперь выделено специальное место у Моремола. Сейчас там приступают к обустройству торговых точек. Подняли вопросы и о дополнительных парковках. Бесплатные машиноместа добавят на повороте с курортного проспекта на улицу Яна Фабрициуса. Планируется выделить участок и на улице Москвина. Завершилась планерка обсуждением улучшения дорожной обстановки в городе. Уже выполнен ямочный ремонт на 73 автомобильных участках в разных районах. До конца ноября ремонт дорожного покрытия будет произведен еще на 32 объектах уличнодорожной сети. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В среду воды не будет в нескольких сочинских поселках. С полудня 19 октября до 2 ночи 20 октября будут проводиться плановые ремонтные работы на водоводе по улице Помирская в Головинке в районе насосной станции Лао. В это время будет понижено давление холодного водоснабжения вплоть до полного отсутствия воды в поселках Лао и Дагомыс. В Сочи прошла профилактическая операция «Внимание! Пешеход!». Полицейские провели рейды, направленные на предупреждение ДТП с участием пешеходов. На нарушителей инспекторы составляли административные протоколы и рассказывали статистику ДТП. Согласно данным госавтоинспекции, за 9 месяцев этого года в Сочи зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 18 человек погибли и 117 получили ранения различной степени тяжести. В завершении профилактической беседы всем участникам дорожного движения вручили тематические листовки. В Сочи полицейскими задержан подозреваемый в грабеже. Вечером к сотрудникам полиции, патрулирующим центральный район, обратился местный житель. Он рассказал, что во дворе дома на улице Конституции на него напал неизвестный мужчина. Избив сочинца, незнакомец снял с него куртку, в кармане которой находились 10 тысяч рублей, и убежал. Со слов потерпевшего была составлена ориентировка. В результате недалеко от места совершения преступления сотрудниками ППС был задержан мужчина, похожий на разыскиваемого. При личном досмотре 35-летнего приезжего из соседнего региона сотрудники полиции обнаружили похищенную куртку и деньги, принадлежащие потерпевшему. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В Сочи выявлено около 10 нарушений в продаже табачных изделий около учебных заведений. Согласно 15-му федеральному закону, реализация может вестись не ближе, чем в 100 метрах от школ, детских садов и вузов. Это расстояние отчитывается по радиусу, а не по пешеходной зоне. Об этом еще раз напомнили представителям торговых предприятий. Это уже седьмое семинар совещания, которое проводится департаментом потребительской сферы и регулирование рынка алкоголя Краснодарского края совместно с представителями Роспотребнадзора. Во всех муниципалитетах края идет масштабная проверка выполнения 15-го федерального закона. Он запрещает реализацию табачных и алкогольных изделий несовершеннолетним. Кроме того, продажи сигарет и спиртного может вестись не ближе, чем в 100-метровой зоне от учебных заведений. У нас проведено обследование в 29 муниципальных образованиях по Краснодарскому краю. На данный момент у нас проводится обследование по муниципальному образованию в городе Краснодар и в городе Сочи. То есть с 12-го числа у нас было проведено первое информационно-этическое наблюдение по городу Сочи. Были определены, выявлены, естественно, факты, но хочется сказать, что в принципе по городу Сочи ситуация, конечно, требует улучшения, но сказать ее катастрофическое тоже не назовешь. Если в целом по краю приходится до 80% нарушения, то в Сочи этот показатель составляет не выше 30%. Из 7 выявленных нарушений и 5 нареканий проверяющих вызвал микрорайон Бытха. Реализация табака и алкогольной продукции на улицах Ворошиловска и Сногорская ведется, игнорируя правила федерального закона, а значит предпринимателям грозят штрафы до 150 тысяч рублей. В случае, если стометровая зона соблюдена, но за сигаретами приходит подросток, тут уже ответственность продавца-кассира. Им трудно продавцам, закон-то есть, а как его быстро, эффективно, четко, вежливо, бесконфликтно реализовать каждый день, когда приходят иногда агрессивные и конфликтные покупатели. Вот это задача, над которой мы работаем с продавцами-кассирами. Как без конфликтов продавцу-кассиру разрешить проблему, когда подросток требует продать ему сигареты, этому учат на специальных тренингах. Будут ли полученные знания реализованы на практике, покажут в проверке торговых сетей. В Сочи стартовала неделя диспансеризации ветеранов боевых действий. Организованные группы афганцев вплоть до пятницы смогут сдать анализы и пройти обследование у целого ряда врачей. Пройти медицинское обследование в короткий срок, без очередей, в отдельно отведенное время. Таковы условия недели диспансеризации ветеранов боевых действий. Первый в списке терапевт. Врач проводит опрос, измеряет давление, спрашивает о жалобах этих особых пациентов. Учитывая перенесенный стресс, перенесенные нагрузки, возможно, полученные травмы, безусловно, данный контингент имеет повышенный риск развития, в первую очередь, сердцесосудистых заболеваний. В программе диспансеризации ФЛГ биохимически развернутый клинический анализ крови, который позволяет диагностировать различные патологические состояния. Врачи проводят и электрокардиографическое исследование. Все эти обследования позволяют выявить наличие заболеваний на ранних стадиях, особенно риск развития сердечно-сосудистых, гипертонической и ишемической болезней сердца. При необходимости врачи выписывают направление на более детальное исследование. Тех, кого мы обзвонили, все здесь, они по всем боль-клиникам, и на Донской, и на Пирогово, и здесь, и в Центральной. То есть это по 3-4 человека в день получается. Наши заинтересованы, чтобы наши братья, наши афганцы прошли диспансеризацию, кому-то нужна помощь. Кого-то мы можем отправить в Краснодар в госпиталь, вот кого-то может в Москву. Потому что у нас есть такие полномочия, у нас есть такие квоты. Пройти диспансеризацию ветераны боевых действий смогут до конца этой недели. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Только в Центральном районе в таком обследовании должны принять участие около 200 участников военных конфликтов. К слову, такую специализированную диспансеризацию в Сочи проводят уже второй год подряд. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи грядут большие гастроли Свердловской мускомедии. Так называемые гранд-гастроли обладателя 17 национальных театральных премий «Золотая маска» на сцене Зимнего театра пройдут с сентября по октябрь 2017 года. Ну а подготовку, которая в городе продлится 8 месяцев, в Свердловский государственный академический театр начал уже сегодня. В период бархатного сезона 2017 Свердловская мускомедия представит сочинскому зрителю 11 постановок. Это и музыкальный блокбастер «Екатерина Великая», лучший отечественный мюзикл десятилетия «Мертвые души» и образец музыкального ретро-парк советского периода. А еще ряд оперет и спектаклей. Готовясь к визиту в Сочи, екатеринбургская труппа со всей тщательностью отнеслась к выбору гастрольного репертуара. В итоге получилась афиша, которая должна заинтересовать самого искушенного зрителя. Мы для сочинцев, а не для курортников. Мы бы хотели, чтобы в течение всего этого сезона, который впереди, сочинцы захотели бы, никого не принуждая никуда, не проводя никаких административных ресурсов. Просто захотели прийти, посмотреть спектакли, в которых заняты те актеры, которые будут приезжать ежемесячно. Смысл весь в процветающей курортной столице. Он огромный. И уровень жителей самой столицы курортной должен быть тоже очень высок. Для зрителей, которым не терпится увидеть артистов Свердловской мускомедии, в деле организаторы подготовили сюрприз – абонемент навстречу большим гастролям. Это такой долгосрочный абонемент, который будут иметь возможность приобрести наши жители для того, чтобы приобщаться к стандартам высокой музыкальной культуры. И сегодня иметь в нашем репертуарном плане, в нашей гастрольной афише города Сочи музыкальный театр музыкальной комедии Екатеринбурга с такими серьезными музыкальными полотнами – это, безусловно, достижение для нашего города и большой подарок нашим жителям. Первое мероприятие стартовало сегодня в органном зале. Так называемый репетиционный цикл открыли звезды музыкального театра Екатеринбурга джаз-кавер-шоу. Сегодня в Сочи открылась 15-я юбилейная выставка-ярмарка «Православие». Она проводится по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Традиционно организатором выставки является компания «Соут» – сочинские выставки. Всегда выставка «Православие» собирает огромное количество людей. Это не только сочинцы, но и гости курорта. Сегодня начало работы в выставке благословил благочинный церквей сочинского округа протеерей Андрей Дубровский. Для нас это большой праздник, праздник радости, праздник общения. Более того, эта выставка юбилейная, 15-я, посвящена празднованию и Дня народного единства. И Казанской иконе Пресвятой Богородицы. Сегодня в этот день я хотел бы и организаторам, и участникам этой выставки передать благословение Его Высокопреосвященства, митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, и объявить эту выставку открытой. Сердечно благодарю вас, Божьей помощи, и укрепления, и успехов в нашем общем деле. Традиционно в выставке участвуют храмы из самых отдаленных районов страны, в том числе с ближнего зарубежья – Молдовы, Украины, Белоруссии. У православных есть возможность пообщаться с представителями духовенства, приобрести редкую икону, купить самую разнообразную церковную утварь. А в программе деловых мероприятий – презентации новых православных сборников и демонстрации художественных и документальных фильмов на тему христианства. Но не только духовной пищи разнообразна выставка. Компании из Алтая, Сибири и Белоруссии привезли в Сочи сырную и колбасную продукцию. Православная трапеза, огромное количество и кубанских, и воронежских, и многих других разносолов, грибы, ягоды. То, что экологически чисто, вкусно, полезно. И как раз осенью мы можем себе это все позволить. Выставка работает ежедневно в гранд-отеле «Жемчужина» до 23 октября с 10 утра до 18 часов. Вход свободный. Гелена Овсецина, Дмитрий Даниловский, телекомпания «ФКТ». Легкоатлеты, пловцы и дзюдоисты со всей страны борются за сочинский пьедестал почета. Вот только соревнуются они вслепую. В Олимпийской столице проходит Всероссийская спартакиада детей-инвалидов по зрению Республика Спорт. 17 лет подряд спартакиаду для детей-инвалидов по зрению проводит Федерация спорта слепых. Это старейшая организация, которая в следующем году отметит свое 60-летие. В Сочи организаторы своих подопечных привезли впервые. Детям просто необходим дух Паралимпиады отмечают тренеры. Но атмосфера праздника – это не основная цель, которую преследуют в Федерации. Главное – приобщить детей к регулярным занятиям спортом, а также выявить Паралимпийский резерв страны. Все это помогает юным спортсменам с ограниченными возможностями здоровья реализовать себя как личность и почувствовать равными среди здоровых. Я всегда привожу фразу, которую много лет назад сказали ребята из Оренбургской школы. Они приехали первый раз и проиграли. Подошли и говорят, мы будем целый год тренироваться, чтобы приехать и победить. И, наверное, ради этого и стоит проводить спортивные мероприятия, чтобы дети были для галочки действительно вовлечены в спорт. Я уверена, что со спортом они не расстанутся. Пусть не все станут паралимпийскими чемпионами, но спорт станет, как сказал Пьер де Кубертен, о спорт – ты жизнь. И для наших ребят это действительно жизнь. Финальный этап всероссийской спартакиады детей и инвалидов по зрению Республика Спорт продлится до 20 октября. В этот же день порядка 500 участников ждет церемония награждения и большой праздник. На православной выставке, открывшейся в Гранд-отеле «Жемчужина», традиционно представлена рыбная продукция с Камчатки. Сочинцам полюбились дальневосточные деликатесы. Они не только вкусные, но и очень полезные, особенно в осенний период. Белорыбеца, кижуч, палтус, нерка и кита – более 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов. И, конечно же, настоящая красная икра. Ассортимент удивит не только хорошую хозяйку, но и опытного повара. И это лишь часть деликатесов, которые привезли сочинцам рыболовы Камчатки. Качество и свежесть продуктов достигается благодаря особой технологии приготовления. Коптят дальневосточные мастера на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Во-первых, пастол совсем другой, чем вот у нас. И сама свежесть, и копченость другая совсем, но намного вкуснее. Самое свежее здесь вкусное и относительно дешевое. Доставляют деликатесы сюда на выставку без использования заморозки. Это позволяет удержать полезные кислоты омега-3 и витамины ЕДА, которые так необходимы организму в осеннюю пору. Жители и гости города смогут купить из совершенно эксклюзивных продуктов царицу лососевых редкую деликатесную чавычу. Самую полезную среди своих сородичей рыбу. Мясо чавыча, богато витаминами А, Б, С и содержит целый кладезь микроэлементов. А ее икра способствует укреплению костной ткани и стимулирует кровообращение. Я люблю рыбные продукты, люблю самую разную рыбу. Здесь рыба всегда свежая. Мне это нравится. Я всегда готов приходить. Продегустировать и приобрести деликатесы можно в павильоне рыбак Камчатки на открывшейся сегодня православной выставке-ярмарке в гранд-отеле «Жемчужина» по адресу улица Черноморская, 3. Выставка будет работать до 23 октября. Гелена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». В условиях современной жизни от стрессов не избавиться. Тяжелое пробуждение по утрам, усталость, раздражительность, боль в спине, в сердце или в суставах. Все это признаки того, что необходимо срочно заняться своим здоровьем. Помочь в этом сочинцам готов санаторий «Знания». В одном из ведущих санаториев курорта гарантируют всего 3-4 дня, и вы будете бодры и оптимистичны. Курс на 4 дня позволит сохранить этот эффект 2-3 месяца. Неделя в санатории позволит запастись здоровьем и жизненной энергией примерно на полгода. Курс на 14 дней даст запас сил на целый год. Это достигается с помощью лечебных методик, разработанных курортологами. Это массажи, ванны, термальные процедуры, магнита и лазеротерапия. И все это по уникальной стоимости – от 1400 рублей в сутки, включая проживание, питание, бассейн и лечебные процедуры. Специально для жителей и гостей Сочи санаторий «Знания» проводит 31 октября, день открытых дверей. Можно будет ознакомиться с лечебной базой и номерным фондом, увидеть вечно зеленый дендропарк и получить всю важную информацию. Начало в 15 часов. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok